Привет, меня зовут Даша Жаркова, и это новый подкаст TP Stay Secure о безопасных платежах, мошеннических схемах и о том, как им противодействовать. Мы делаем его вместе с партнером Сезона, компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей. Когда читаешь новость про очередную мошенническую схему, сложно поверить в то, что это произошло на самом деле. И как же часто нас посещает мысль, такое может случиться с кем угодно, но только не со мной. Не так давно Visa провела исследование «Плати безопасно», которое показало, что 85% казахстанцев не распознают тревожных звоночков, указывающих на то, что они столкнулись с преступниками. 23% из них становились жертвами мошенничества и были обмануты более одного раза. Stay Secure – это подкаст, в котором мы вместе с приглашенными экспертами осваиваем технику безопасности и разбираемся, как защитить себя и свои финансы. Гость этого выпуска – Артем Шалтаев, начальник отдела кибербезопасности торговой сети «Технодом». На основе его опыта мы узнаем о том, по каким техникам действуют мошенники в ритейле и что никогда нельзя делать при покупке вещей онлайн. Меня зовут Шалтаев Артем, начальник отдела кибербезопасности компании «Технодом». Мы все чаще замечаем рост цифровых платежей, то есть почти все наши покупки уже приходят в интернет, в том числе. И, соответственно, мошенники как-то активно прибираются в эту среду. Можете ли вы поделиться какими-нибудь кейсами, может быть, своей практики и какими мошенническими схемами в ритейле сейчас может столкнуться потребитель? Практика схем довольно широка. Из таких основных можно выделить фишинговые атаки, кражи личной информации, финансовые мошенничества при онлайн-платежах, а мошенничество с кредитными картами, ну и в социальной инженерии это уже никуда надевалось. Если поподробнее, то фишинговые атаки это, ну, мне кажется, сейчас уже практически все об этом наслышаны. Просто повторюсь, что человеку в письме приходит какое-то сообщение о чем-то и будет адрес какой-то. На самом деле, ну, не настоящая страница в интернете. Человек проваливается по ней, думает, что это легитимный ресурс, что-то делает, выполняет действия, ну, компрометирует свои данные. Также создаются фальшивые сайты, множество. Они зачастую очень похожи на настоящие. Как бы, если дизайнер постарается, порой что-то он практически неотличим от оригинала. Иногда даже лучше становится. Ну, из социальной инженерии это всем известный человеческий фактор, когда мошенник звонит и пытается войти в доверие, представляется, кем угодно может представиться, и выманивает у потенциальной жертвы какую-то информацию, к которой ему не входило. Можете рассказать, как можно, вы сказали, что дизайн уже могут повторить в точности, сделать копию, возможно, зависит от дизайнера, соответственно. Но, может быть, есть способы, как можно отличить копию сайта от настоящего, и точно так же, допустим, звонящего сотрудника, клона от настоящего. Копию сайта надо просто быть внимательным и смотреть именно адрес этой страницы, URL, так называемый, адрес страницы. В браузере он всегда будет в верхней адресной строке, и проверять корректность его написания. Если что-то сомневаетесь в названии этого сайта, вы просто можете там открыть любой поисковик, Google, Яндекс, каким удобно вам работать, и ввести название этой компании, на сайт, который официально вы хотите попасть. И по результатам поиска самый верхний, максимально верхний, будет оригинальный сайт, который заслуживает доверия. А насчет личных разговоров, телефонных разговоров с мошенниками и сотрудниками, есть ли, допустим, фразы, которые сотрудник сети известной ни в коем случае бы не произнес, по которым можно было бы отличить? Ну, основной фактор в том, что сотрудники легитимных компаний, которые звонят, они никогда не будут запрашивать у клиента какие-то его личные персональные данные, поскольку компания уже и так обладает этими данными, она знает это и нет необходимости это звонить и уточнять. Поэтому это тоже может насторожить, если вам звонят с банка или с какой-то другой организации и начинают уточнять что-то там, назвали вас по имени, грубо говоря, начинают там подскажите фамилию или назовите свой ин. Это тоже может уже насторожить, потому что, как я уже сказал, все данные, которые вы этой компании предоставляли, у них уже имеются. И если они что-то запрашивают сверх, как бы тоже резонный вопрос, в принципе, каждый человек может спросить, зачем вам это, для чего, ну, почему вы хотите. Мошенники – люди очень мотивированные, потому что они хотят украсть деньги. Зачастую их напористость, настойчивость вызывает, ну, насторожность тоже может вызывать. Как-то так, наверное. Вы вообще отслеживаете какие-то такие кейсы, когда ваши покупатели, допустим, сталкиваются с мошенниками и потом обращаются к вам за помощью или обвиняя, возможно, даже? Ну, случаи разные бывают, конечно. Все зависит от конкретно каждой ситуации. Но в случаях с мошенниками, когда человек сам что-то целенаправленно кому-то рассказал, это, ну, к сожалению, уже в нашей компетенции. Мы в таких случаях всегда советуем людям обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Ну, со своей стороны, если будет необходима какая-то информация уже в рамках, если следствие будет заведено, мы готовы предоставлять делиться. Ну, потому что это как бы уже вне нашей компетенции. Это уже сфера, мошенническая сфера, когда уже она посвершилась, и факт был то, что человека обманули. Мы понимаем, что это не наш сотрудник, не сотрудник компании, а третье лицо какое-то, то мы здесь уже не можем никак повлиять на результаты. Вот вы проговорили то, что иногда методы мошенников становятся очень изощренными, и они очень напористые. И согласно исследованию визы, на которую мы опираемся, оно показывает то, что в большинстве случаев очень многие жертвы мошенничества становятся жертвами тогда, когда к ним обращаются сообщением довольно цепляющим. Допустим, вы выиграли, мы дарим вам очень высокую скидку, которую раньше никому не предоставляли, и так далее. И, соответственно, такие сообщения могут появиться, допустим, в период скидок к праздникам большее количество. Если вы отслеживали, может быть, есть какой-то сезон у мошенников, когда они наиболее активны? Как таковой сезонности, наверное, нет. Ну, мошенники всегда активны, они используют любую возможность, чтобы выудить какую-то информацию, получить, обмануть человека. Поэтому, конечно, когда возрастает спрос, то и мошенники тоже активизируются. Это нельзя исключать в периоды всех акций, они тоже начинают активно действовать. Тут всегда фактор внимательности. Недоверие, во-первых, это лучшая защита, что надо все перепроверять. И быть внимательным, как я уже говорил, не переходить по подозрительным ссылкам, всегда проверять название адресов, на какой сайт вы заходите, или по какой ссылке вы переходите. И всегда есть как фактор перепроверить. Вы можете обратиться в контакт-центры на горячую линию тех организаций, с которыми вы взаимодействуете. Обычно на официальных сайтах всегда вверху, где-нибудь внизу, в достаточно видном месте такая информация контактная присутствует. Вы всегда можете обратиться, и там вам подскажут, есть ли такая акция, нет, вы уже делаете свои выводы, соответственно. Может даже сообщить об этом, что там не пришла такая акция. Хорошо. И в случае мошенничества, я думаю, то, что самый главный и эффективный способ его противодействия, это, в принципе, профилактика, так сказать. Может быть, вы поделитесь, как вообще интернет-магазины могут со своей стороны обезопасить своих потребителей? То есть, может быть, это какая-то программа объясняющая в случае онлайн-транзакций? В совершении онлайн-платежей всегда, ну, наверное, все обращали внимание на официальной странице, переходите на ссылку какую-то другую, немножко отличающуюся. Это страницы наших партнеров, с которыми у нас заключены договора. Поскольку мы сами не оказываем услуги по интернет-эквайрингу, мы их закупаем у компаний, которые сертифицированы, которые проходят ежегодные сертификации, PCI DSS в частности, один из таких сертификатов. Если у компании нет такой услуги, мы с ними не заключаем договор. И поэтому в этом плане мы, как ритейл, полностью зависим от наших партнеров, от их уровня безопасности и транзакций, потому что все через них проходит. Это уже тоже не совсем наша компетенция. Мы со своей стороны следим, чтобы никто не смог вмешаться в этот процесс, переходя с нашего сайта на страницу оплаты. Это мы делаем и постоянно отслеживаем. Уже что происходит на странице партнера, это у партнера уже, на его зону ответственности. PCI DSS – это международный сертификат по стандарту безопасности, разработанный международной платежной системой Visa. В принципе, применяется везде, во всех интернетах. Компании, которые оказываются акваринговые услуги и заключены у которых контракты с Visa. Это довольно большой объем сертификации, состоящий из нескольких этапов. Там проверяется именно уклонная безопасность, информационную безопасность, безопасность процессов при оказании платежных операций. В частности, там проверяются стандартные компании, которые используются при оказании услуг, информационную безопасность, вплоть до того, что проводят специалисты ПЕН-тесты, так называемые. Это когда белые хакеры атакуют какую-то инфраструктуру, которая оказывает непосредственно эту услугу по интернет-транзакции и тем самым подтверждают стойкость ее ко взлому, ее безопасность использования. И в совокупе весь набор этих методов, которые при сертификации проходят, дает основания полагать, что компания довольно защищена, и ей можно доверять. А белые хакеры — это как подставные пешки? То есть специальные сгенерированные? Нет, белые хакеры — это такой термин. Кто такой хакер? Ну вот, я просто не знаю, почему он белый. Любопытный человек, который пытается во всем разобраться, пытается понять, как что работает. И к белым — это такой термин неформальный. Относятся люди, которые делают это официально, не во вред чему-то. Если они находят какие-то уязвимости в чем-то, какие-то недостатки, они об этом сообщают. Зачастую они работают по заказу самого владельца какого-то ресурса. Ну, отсюда они белые хакеры, что их нанимают как бы, помочь понять, где у тебя есть уязвимость, где у тебя есть недостаток в твоем сервисе в каком-то. И получается, со стороны потребителей, может быть, мы сейчас сократим до нескольких советов, как потребители могут защитить себя в том числе. Вы уже проговорили, что это в первую очередь операция на достоверную информацию, потому что она есть на официальных сайтах. Это всегда можно проверить по ссылкам. Может быть, что-то еще? Ну, фактор, в принципе, да, их не так много. Это быть внимательным максимально, не доверять, не действовать на эмоциях. И, конечно, определенно понимать, что наша жадность контролировать. Мошенники действуют всегда на невнимательность и на жадность. Если человек на какой-то из этих моментов попадается, соответственно, мошенник рад. Поэтому, как уже золотое правило, действовать на холодную голову, всегда думать, брать паузу, удостовериваться в истине, действительно ли тот, с кем вы разговариваете, является тем человеком, с которым он себя выдает. Всегда можно сказать, я сейчас занят, или перезвоните мне, пожалуйста, попозже. Самому зайти на официальный ресурс, как я уже много раз за сегодняшний, наверное, подкаст наш говорил, набрать номер горячей линии, попросить, объяснить ситуацию оператору. Если оператор сам не сможет ответить контакт-центра на этот вопрос, он всегда найдет, с кем можно соединить человека и оказать помощь. Хорошо, спасибо. Можно отвлеченные такие темы у нас, как бы сказать, если... Где уже это мошенничество было, как я и говорю, уже не связано именно с нами. Просто люди выдают себя за нас. Только мы довольно такая узнаваемая крупная торговая марка. Бывает, что пытаются сымитировать, что это мы людей, присылают нам рассылки. Как вы и говорили, собственно, новогодняя акция, день рождения компании или еще что-то. Случай может абсолютно быть любой. Пытаются завлечь человека, что ему сулит какая-то выгода. Просто надо что-то немножко сделать. Либо перевести какую-то незначительную сумму, якобы номинальную стоимость товара, даже не номинальную, а чисто символическую. Либо результатом того, что узнать какие-то ваши данные платежные, например. Всегда во всех таких схемах либо украсть деньги, либо украсть информацию, которая поможет украсть деньги. Присутствует. То есть можно сказать, что в основном эти случаи случаются? Это происходит, когда человек наткнулся не на достоверную информацию о вашей сети? Что-то может прийти на почту электронную, как говорится, что-то в мессенджерах. Сейчас, потому что век цифровых технологий куча каналов, по которым люди получают информацию. Самый массовый – это, естественно, наши популярные мессенджеры, где происходит куча рассылок различных. Всегда обращать внимание, от кого получили эти рассылки. Как я уже говорил, официальные ресурсы. У нас есть официальные каналы, которые также все указаны на нашем сайте. Если так коротко, это у нас в Инстаграме есть «Технодом.кз», наша страничка. Горячая линия 1717. Она по всему Казахстан с мобильного бесплатна. И «Технодом.бонус.бот» – это «Телеграм-бот». В принципе, официальные каналы у нас три, через которые мы можем взаимодействовать с пользователями. Почтовая рассылка, она присутствует по рекламным акциям. Но тут, опять же, надо всегда смотреть, от кого она пришла и перепроверять ссылки, которые в письмах. Потому что фишинг – это все в современном мире. Мошенники им активно пользуются. Только если это на официальном сайте акция также приходит, либо это пуш-рассылка в нашем мобильном приложении также. Да, и тут в каждом случае нужно проверять в том числе какие-то сигналы, которые, возможно, не очевидны. То есть от крупной сети вряд ли придется общение, которое содержит большое количество орфографических и грамматических ошибок. Ну, сейчас как бы с грамматическими орфографическими ошибками довольно легко как бы справляются во всех практически… Да, и все мошенники им. Ну, возможно, да. Ну, как бы я говорю, если это такая высокого уровня, уже подготовленная акция, то, в принципе, зачастую, как сейчас уже популярный искусственный интеллект даже подготавливает тексты, поэтому… Ну, конечно, да, обращать надо на содержание и, как я уже опять же повторюсь, источник, откуда получили информацию. Проверяйте всегда. Официальный канал или неофициальный? Как минимум, перезаходите на официальные страницы и проверяйте, есть ли там информация о подобных акциях. Просто важно взять паузу, обдумать, посмотреть еще раз, перепроверить. Не торопиться. Не торопиться. Все-таки акция не через минуту заканчивается, даже если она реально. Да, как бы само, что там, что вам могут грандиозно предложить, это все равно рассчитано… Естественно, что человек никогда не бросает свои все дела и бежит покупать. Всегда дается время ему, чтобы он это мог спокойно сделать. Поэтому, как бы, торопить вас могут только мошенники. А как вы отслеживаете подозрительные транзакции, вот если на вашем языке прям говорить? Мы только полагаемся на нашего партнера. Если он нам сообщает, что, например, оплата была мошеннической по их фрод-системам или почему-то, ну, по каким-то их критериям, то они единственное могут вернуть деньги, вернуть нам сообщение, чтобы мы аннулировали покупку эту. И тут главное, тот момент, выдали мы заказ уже или нет. Если, соответственно, мы заказ выдали, то тут мы уже, как бы, тоже скажем, извините, как бы... Только отправляться в правоохранительные органы и уже разбираться с этим там. В случае, если вы еще не выдали заказ, насколько быстро вы связываетесь, допустим, обратно с покупателем? И, ну, я понимаю, сначала отменяют оплату. Проходит отмена оплаты, это все проходит в автоматическом режиме. В нашей системе, если вдруг поступает, что оплата отменена, деньги возвращаются на счет, естественно, заморозка транзакций происходит, что говорят, что не светит по ней оплата. Естественно, это, ну, какие-то минуты там происходят, но это все происходит автоматически, как бы, ну, клиенты и уже узнают не от нас, а узнают от, ну, банка своего, эмитента, который выпускал карту, что с ним какие-то происходят мошеннические действия свою карту, и там они будут рекомендовать там перевыпустить карту, не знаю, что, это уже, как бы, это уже даже не эквайринговая компания, а банкомитент будет. При интернет-транзакции в случае мошенничества технодом не отслеживает это, это все приходит на сторону эквайринга. Да, это у нас на стороне партнера, партнер это отслеживает, и тут все, ну, полагаемся на них только. Блокирует, да? Да, блокирует партнер, потому что финансовые сами действия, мы как ритейл, мы их не производим. Мы, как я уже сказал ранее, заключаем договор с компанией, которая на это сертифицирована, и она все эти услуги оказывает. Она является посредником между нами и клиентом, грубо говоря, потому что мы напрямую деньги у клиента не забираем, клиент напрямую нам деньги не дает. Это через какого-то эквайринга, там может быть это банк, может это какая-то отдельная организация, предоставляющая подобные услуги, там цепочка даже банков может быть, потому что у клиента один банк, у нас другой банк, там посередине еще какие-то организации могут выступать. Ну, это уже как бы такой отлаженный процесс интернет-эквайринга, который немножко от нас в стороне. Артем, огромное вам спасибо за участие в нашем подкасте. Очень здорово, что экспертные мнения и знания в области кибербезопасности в ритейле добавили не только интереса, но и важных практических советов для меня в том числе и для наших слушателей. Это был подкаст Stay Secure. Мы записали его при поддержке компании Visa, мирового лидера в индустрии цифровых платежей. Здесь мы говорим об исследовании плати безопасно, которое Visa провела в прошлом году. Именно оно потолкнуло нас к обсуждению с экспертами из разных сфер в этом подкасте. Мы решили разобраться вместе, как распознать мошенничество в сети и не дать себя обмануть. Прочесть исследования Visa и узнать больше о самых распространенных обманных схемах языке онлайн-мошенничества можно по ссылке в описании. Чтобы не пропустить новые выпуски подкаста, подписывайтесь на степь во всех социальных сетях. Это, кстати, безопасно.